Фёдор Шаляпин Фёдор Иванович Шаляпин ненавидел моль. Он её терпеть не мог, презирал, ни во что не ставил, делал вид, что её вообще не замечает, но не мог её победить в открытом бою и в глубине души побаивался. История этой вражды началась с его первой премьеры в опере «Жизнь за царя», когда ему, совсем молодому басу, после концерта принесли в уборную роскошную шубу с бобровым воротником от восхищенного поклонника. Поклонником оказался племянник князя Мещерского, картёжник, волокита, мод и любитель оперы Никитушка, по комплекции не уступающий Шаляпину, а по широте душевной его явно в то время превосходившей. Фёдор в шубу просто влюбился и называл её «моя сестра Шу» и без неё на улицу не выходил. Так до самого апреля и не снимал. Он бы и летом с ней не расставался, однако это уже совсем было невозможным. Фёдор Иванович повесил шубу в шкаф, а сам укатил по Волге на гастроль. Чудное было время и денежное. Когда же Шаляпин вернулся в Петербург, то сразу бросился проверять шубу, открыл шкаф и обмер. Тысячи бесцветных мелких мотыльков вырвались ему навстречу из темноты, а бедная сестра Шу стала похожа на полинявшее огородное пугало. Слёзы полились сами собой. Он уткнулся головой в траченный бобровый воротник и застонал. В этот момент ещё несколько насекомых залетело Шаляпину в рот, а одна, отчаянная, глубоко заползла в правую ноздрю. Великий бас чихнул так, что закачалась люстра в гостиной, а пыль истлевшего меха и насекомых закружилась по комнате. Фёдор Иванович заревел и бросился в бой. Он метался по комнате, хлопал руками, налетел на кресло, перевернул ломберный столик, два раза растянулся на полу, поднял и с грохотом захлопнул крышку Стенвея. Но враг был вездесущ и неодолим. Моль словно насмехалась над великим русским артистом. После такого унижения Фёдор Михайлович слёг на неделю. Его товарищ доктор Боткин прописал ему когор на ночь и полный покой. И вот, лёжа в роскошном халате, на диване в кабинете, Шаляпин понял, как ему отомстить. Он поднимет гонорары вдвое, нет, втрое, и купит три шубы, нет, пять, нет, пяти не хватит, пожалуй, семнадцать шуб, да, не меньше. Всех шуб не съешь, сволочь, подавишься, не на того напала. С тех пор Фёдор Иванович опять стал весел и здоров, но моль ненавидел всю свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова